Добрый вечер! Добрый вечер! Значит, где-то, наверное, как всегда, 19 часов 50 минут, это значит, что вот уже 50 минут, как Геннадий Хазанов играет, ну, наверное, поздствует, всем же не начнете, но, значит, там, в 40 минут, как он играет Наполеона в спектакле «Морковка для императора», который поставил Леонид Рушкин в театре Антона Чехова. Это пьеса «Губочи Корсиканка». Правильно? Так точно. А чья идея играет Наполеон, что Хозянов сыграл Наполеона? Этой идеей очень много лет, если не сказать десятилетий. Ваша? Когда-то мой педагог, руководитель курса, на котором я учился в Государственном училище циркового эстрадного искусства Надежда Ивановна Слонова, Идя со мной по улице Горького, я уж не помню, почему мы оказались с ней вдвоем на улице. Может быть, я ее сопровождал в поликлинику, а может быть, была какая-то другая причина. Вдруг она остановилась. Она очень любила останавливаться во время ходьбы. И вдруг ни с того ни с сего, или закуривала сигарету, или просто какая-то мысль ее заставляла остановиться. Она посмотрела на меня и сказала, Геня, она иногда вдруг называла меня так, потому что вообще она меня называла в зависимости от настроения и от того, как она хотела на меня воздействовать. Когда она говорила Геннадию Викторовичу, это значит, что дела очень нехорошие. А когда Гене... Гене, это совсем все было очень такое доверительное. Она так посмотрела на меня и сказала, вам надо обязательно когда-нибудь сыграть Наполеона. А тебе сколько лет надо было? Я думаю, без малого сорок. Ага. А что же вам мешало? Нет, ничего. Так, ну, сказала и сказала. Потом прошло очень много времени, чтобы быть точным лет тридцать. То есть, 10 лет назад примерно? Ну, чуть меньше. У Эльдара Александровича Рязанова был юбилей. Это был ноябрь 1997 года. Я в то время был очень увлечен такой вот идеей приходить на юбилеи своих знакомых, друзей. В каком-то образе. Когда я стал думать о Рязанове, о его юбилее, я подумал, ничего лучше, чем прийти в костюме Наполеона и отдать ему все, что должен отдать после фильма «Гусарская баллада». Вот это была уже такая примерка. Потом проходит еще несколько лет, и я забыл про это. Ну, была такая забава и все. Более удачная или менее удачная. Екатерина Рождественская приглашает меня... Все это было. Вот это вот там, где... Да. Приглашает меня сняться в журнале «Караван истории» в костюме и в гриме Наполеона. Я беру с собой Трушкина. Мне скучно. Я говорю, поедем со мной. Ну, поехали. Когда меня загримировали и надели костюм, он посмотрел на меня и сказал, «Так, все, надо искать пьесу про Наполеона». На дворе стоял март 2003 года. Я мгновенно вспоминаю про то, что есть какая-то пьеса, но не та, которая была поставлена Эфросом, а какая-то другая. Где-то я видел название. Я нашел пьесу, взял ее с собой в Париж. И пьесу эту читал в Париже, когда моя дочь рожала внучку. Я прочел пьесу и подумал, это, наверное, интересно. Можно сделать. И вот год примерно, нет, больше, больше года мы с Трушкиным то брали эту пьесу, то отодвигали ее, находили какие-то доводы в пользу того, что этого нельзя делать, это никому не интересно, кого интересует вообще судьба Наполеона. Это немалая сцена. Поскольку я просто хочу, чтобы люди понимали, о чем идет речь, поскольку не все, может быть, знают пьесу «Корсиканка», это прямо исторически настоящий Наполеон на святой Елене. Или это как бы не образ Наполеона, а настоящий Наполеон, такая биографическая история. Значит, это настоящий Наполеон, на настоящем острове святая Елена. Но факт, который там рассказывается, конечно, это есть авторский вымысел драматурга Губача. Это есть некая анекдотическая история, или анекдотический повод. Это смешная пьеса про Наполеона. Грубо говоря. Вы знаете, Андрей, несмотря на то, что автор настаивает, что это комедия, он так написал, но уж для Наполеона никакой комедии нет. Наполеон, который находится на святой Елене, не очень лицо комедийное. Скажите, а вот вы, я так понимаю, что для вас сейчас театральная работа из творческих деятельностей самая главная, да, я так понимаю? Но она важнее, чем... Ну, вы уже концертным редко выступаете. Я-то думаю, что с концертной деятельностью в том режиме, в котором я жил несколько десятилетий, закончено. и сначала это были какие-то конвульсии, ощущение, что это не навсегда, это на время, что придет другое время, что будут какие-то другие обстоятельства, и я вернусь на концертную эстраду. Сегодня я понимаю, что в одну и ту же реку, особенно, если говорить о той реке, в которой я находился, туда некуда возвращаться до меня. Вот сейчас происходит некий рассвет того жанра, в котором вы работали. Правда, качество этого расцвета, на мой взгляд, ужасное, но, тем не менее, стадионы опять собирают люди, которые... Не собирают. Это не так, Андрей. Я хочу вам сказать... Ну, они же собирают площадки какие-то. Я хочу вам сказать, никаких стадионов и никаких дворцов спорта. Значит, вот ваш покорный слуга, я прошу прощения, что уже неоднократно приводил эти цифры, в последней декаде июня 89-го года во дворце спорта города Киев сыграл 20 сольных концертов. Это порядка 200 тысяч человек побывали... Ну, Петросян собирает этот стадион на один раз. Нет. Думаю, что нет. Ну, все равно, хорошо. Ну, где-то же они выступают, они же что-то... Обязательно выступают. Но! Вот в чем хитрость-то. Ведь все же спутано. И все, как бы сказать... Все так, как вы говорите, и не совсем так. Понимаете? Если мы говорим о кассовой работе, то есть о работе, когда люди покупают билеты и приходят на концерт, то это поле резко сузилось. В советское время, во-первых, этих кассовых концертов было гораздо больше, ну, по всему Союзу. Но и тогда огромное количество работы было по так называемому безналичному расчету. То есть предприятия заказывали концерты, платили по перечислению, так это называлось. Сегодня это немножко трансформировалось в так называемые корпоративные вечера. Ну, например, там какой-то банк. Понимаете, да? Вы в них участвуете? Никогда. Почему? Там же очень большие деньги, насколько я знаю. Ну, я не участвую, потому что я, во-первых, выпал из репертуарного поля. Вас не зовут, что ли? Никогда не поверю. Нет. Во-первых, меня уже и не зовут, потому что знают, что я не хожу. А не хожу я по многим соображениям, одно из соображений. Отсутствие репертуара. Отсутствие репертуара связано с тем, что для меня эта работа не представляет интереса. И дело не в том, какие за это платят деньги. Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких сомнений, не знаю, дойдем ли мы до этого вопроса в нашей беседе, но я просто хочу вам сказать. Весь контракт, который был подписан со мной каналом НТВ на шоу, слышите, да? Да. Равняется сотням сыгранных спектаклей на сцене театра эстрады. То есть вы получаете за этот контракт столько же денег, сколько за сотни? Да. А сотни вы, наверное, не сыграли? Нет, я сыграл гораздо больше, но сотни. Нет, вы сыграли несколько сотен спектаклей? Да, конечно. Нет, несколько сотен спектаклей, ну, конечно. Всех вместе? То есть за один контракт вы получили столько, сколько за всю свою предыдущую жизнь в театре? Нет, ну, конечно, не столько. Нет, я именно в театре сейчас я не говорю. Нет, и не столько, конечно, потому что я сыграл в театре за эти семь лет по количеству все-таки больше. Но если уже ужин с дураком, это 250 спектаклей, думаю, что больше. Замечательный. Понимаете? Но я вам хочу сказать, меня никто не может упрекнуть в том, что я иду на театральную сцену для того, чтобы зарабатывать деньги. Тогда, подчиняясь этой логике, а вас могут упрекнуть в том, что вы идете на канал НТВ, чтобы заработать деньги? Ну, наверное, можно упрекнуть. А на самом деле вы туда шли зачем? Я шел... Вот зачем. Поскольку я трудоголик, и работа над спектаклем «Морковка для императора» была закончена летом, это премьера только сегодня, а работа была закончена летом. И передо мной в полный рост встал вопрос, что я буду делать дальше. Я не могу ничего не делать. Эксплуатация спектаклей для меня это творческий процесс. Но я начинаю задыхаться, если я не двигаюсь куда-то дальше и не пробую что-то. А вам нравится сам результат того, что получилось на НТВ? Вы знаете, для того, чтобы мне что-то понравилось, это должно быть для меня так убедительно. Вы мне говорите сейчас про свои работы? Или вообще? Вообще. Ну, я про себя сейчас говорю. Чтобы мне понравилось то, что я делаю... По-другому поставлю вопрос. А вы не жалеете о том, что вы стали это делать? Нет. То, что я не жалею, это точно, абсолютно. Я не жалею, потому что мне было любопытно попробовать себя не в актерском качестве. Не в актерском. А, так сказать, ну, в качестве того, что называется там ведущий или шоумен или что-то такое. Я когда-то начинал свою жизнь на эстраде в качестве конферансье. И поэтому для меня во многом это была ну, знаете, тяжелая, конечно, но забава тяжелая. Физически тяжелая, с жутким температурным режимом, там было за 40 с лишним градусов в студии. Почему вы говорите в прошедшем времени, что это была для вас забава? Она закончилась? Конечно. Мы отсняли оговоренный пакет передач и все закончилось. У нас была договоренность. И как бы дальше не было бы какие-то там успех, неуспех, вы продолжать это не будете? Не буду. Почему? А у меня договоренность такая. Мне зачем? Мне хватило всего. Я пошел, попробовал, что это такое. Кое-что понял про телевидение. Плохое, видимо. Вот. По хитрому взгляду. Кое-что понял. Не очень хорошее ваше такое. Кое-что понял. Я вообще для себя это назвал опыт минимизированных потерь. А что вы поняли, нельзя спрашивать? То есть спрашивают, можно... Артист на телевидении одно из самых бесправных существ. Еще более бесправный, чем в театре? Ну что вы, сравнить нельзя. В театре хозяин, при том, что есть режиссер, есть спектакль, хозяин, разве можно себе представить, что человек, который снимается в передаче, даже не представляет себе, в каком виде потом он будет показан в эфире. Что у него вырежут, как его смонтируют. То есть вам не понравилось? Вот эти опыт минимизированных потерь, вам не понравилось? Ну, знаете что, если завтра придут, предложат такой же контракт. Я сделал паузу, потому что сначала предложат в три раза больше, потом я подумал, ну раз никто не предложит, и буду говорить столько же. Не, не пошел бы. не пошел бы. А в три раза больше предложат. В три раза больше. Но буду выторговывать себе права на участие в конечном продукте. Не, понимаете, не финансово, а вот творчески. Вы, когда возглавили театр эстрады, мне кажется, это был такой невероятно смелый поступок, потому что у вас все было в порядке, у вас все было хорошо. Совсем нет. Почему? Нет, у вас лично. У вас вообще не было ощущения, что вы это делаете из-за того, что у вас что-то плохо. Вы знаете, что я вам скажу, Андрей? Я вам сразу извинюсь, что я вас перебиваю. Мне рассказали недавно, что в напечатанной сейчас книге под названием «Гороскопы и судьбы» у каждого знака зодиака есть такая доминирующая фраза. Ну, например, там, про один знак написано «Я чувствую». А про вас? А про стрельцов написано «Я вижу». Стрельцы в силу чего-то такое просчитывают, предвидят ситуацию наперед. Ситуацию с жанром, во всяком случае, для меня, которым я посвятил жизнь, я увидел перспективу, я увидел в конце 90-го года. А вы сами... Поэтому, сейчас поставлю точку, поэтому я пришел в театр эстрады на это место, испытывая плохо подавляемый страх проснуться в один прекрасный день и не знать, чем заниматься. Вот, что было правдой. Вы пришли в театр по таким личным мотивам, чтобы как бы у вас было дело? Да. Абсолютно точно. Вот, как на духу говорю. У меня еще не было театра Антона Чехова, не было Трушкина. Я только понимал, что надо искать прибежище. Вы довольны сами тем, что получился с театра эстрады в результате вашего руководства? До какой степени вы довольны, я бы так сказал? Опять скажу, что вы ничем никогда не довольны. До какой степени? Я вам скажу. После одного сезона, я тоже уже неоднократно эту фразу произносил, но мой возраст позволяет многое списывать на развивающийся атеросклероз сосудов головного мозга. Хотя при этом я помню, что я это говорил. Ко мне подошел человек, который 30 лет работает в театре, он заведует звуком, звуковым цехом, и сказал, я хочу вас поздравить, у нас закрывается сезон, во время которого в наших туалетах зрители практически перестали блевать. Это же хороший результат. Потрясающий. Я говорю сейчас, особенно учитывая, что мы с вами беседуем на канале Культура, я настаиваю, что это может быть самый большой комплимент потому, как в театре эстрады я однажды пришел, когда играли мюзикл под названием Волосы и увидел в туалетах шприцы, вату. когда я вижу, что происходит после того, как покидает театр та или иная концертная группа или когда такой шумный эстрадный дивертисментный вечер. это не касается всех, но должен вам сказать, что какое-то ощущение «Господи, как не хочется прибегать к тяжелым формулёхам, к heavy metal». Ну, в общем, понятно. Скажите, вот вы сейчас играете сейчас пример, так странно, тут на самом деле вы сейчас играете пример, у вас пропал этот страх того, что у вас не будет дела или он по-прежнему у вас живет? Живет. Живет, потому что сыграв четвёртое название возникает вопрос, что делать дальше? Вы сейчас скажете «пятое название». Нет. Почему? Некогда играть «пятое название». В каком смысле? Очень всё просто. Всё так, всё на самом деле так всё просто. Спектакли идут только в выходные дни. в пятницу, в субботу и в воскресенье. И это связано с посещаемостью. Поскольку, скажем, театр Антона Чехова не является государственным, и он сам себя содержит, и содержит не по государственным окладам, значит, он насмерть завязан с количеством собранных денег. Итак, пятницу, после воскресенья. Таких всего 12 дней. При четырёх названиях, если ты играешь хотя бы два раза в месяц, меньше нельзя, это уже восемь. Всё. Во-первых, не я один живу в театре эстрады. Вы не знаете, что делать? А. То есть, Хазанов, вот у нас сейчас заканчивается уже скоро время, Хазанов вступил в седьмое десятилетие, не зная, чем заниматься? Как-то я не верю, зная вашу активность. Ну вот, Андрей, есть кое-какие у меня соображения, есть пожелания, но они связаны, возможно, с тем пространством, на котором мы в настоящий момент с вами находимся. Это что за культуры? Я стал оглядываться по сторонам, понять, что вы имеете в виду. Вот, телевизионные камеры. То есть, они связаны с телевидением? Так что, все эти вопросы, которые вы мне задавали, это вопросы к первокласснику начальной телевизионной школы. Вы хотите дальнейшую свою жизнь связать так или иначе с телевидением? У вас есть такие планы? Ну, мне просто деваться некуда. Как говорил Александр Александрович Иванов, поскольку я сам ничего делать не умею, поэтому я пишу пародии на тех, кто стихи писать умеет. Ну, мне остается только, вообще, я подозревал, что интервью с вами вообще никогда не бывает веселым, они все такие очень откровенные, откровенные с нами не бывают веселые. Спасибо вам большое, что вы пришли. Мы вас поздравляем от имени всей нашей передачи. Я думаю, что от имени канала Культура мы вас поздравляем с вашим юбилеем. У меня ощущение, что не может такое быть, чтобы вы остались без дела. Так не бывает. Я тоже надеюсь. Я тоже надеюсь. И я надеюсь, что сейчас те люди, которые меня не видят, потому что и вас не видят, а смотрят ваш спектакль, я уверен, что они получают удовольствие. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Геннадий Хазанов, которому исполнилось 60 лет. И на этом я ведусь Анарией Максимович. Прощайся. Всем всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Анарией Максимович.